30 мая исполнилось 345 лет со дня рождения Петра I. В Российской национальной библиотеке в честь этой даты открыли уникальную выставку «Петр Великий и его парадиз». Впервые ведущие отделы РНБ показали раритетные издания и библиографические редкости, посвященные императору и его городу. О самых заметных экспонатах выставки Дарья Патрина. Для страны эпоха Петра I как начало новой эры, когда история фиксируется в критериях до и после. Вот генеральная география. Титул для русского издания украшает портрет царя. Книга была издана по распоряжению Петра Великого, и перевод сделал Федор Поликарпов. На протяжении всего XVIII века она была учебным пособием для морской академии. А вообще для русского книгоиздания это практически первая географическая энциклопедия. Молодая Россия вошла в Европу как спущенный корабль при стуке топора. Подлинная гравюра Адриана Шхонебека запечатлела первый русский военный корабль, построенный без участия иностранных мастеров. Предестинация, божье предвидение, был спущен на воду в 1700-м. А это одна из первых гравюр с видом Петербурга. На втором плане читаются земляные валы Петропавловской крепости, дом Меньшикова и домик Петра. Гравюра держится благодаря вот этому зданию темному, который в композиции главенствует. Это аустерия или питейный дом или кружало, который существовал вот на этом берегу Невы. В витринах выставки и первые карты города, и прижизненные портреты Петра, и первые выпуски ведомостей газету начали издавать по царскому указу. Документы Петровской эпохи занимают лишь один зал на выставке, и они настолько чувствительны к условиям хранения, что могут выставляться не больше месяца. Остальная часть выставки будет доступна для посетителей до конца лета. Продолжение следует...